Гуральские жители пострадавших от паводков в домах в дачных обществах нуждаются в срочной компенсации. По их словам, условия в эвакуационных пунктах неблагоприятные. Многие семьи, проживающие в затопленных жилищах, воспитывают маленьких детей. Тем временем глава города пообещал, что все без исключения получат разовые выплаты. Когда оценочная комиссия полностью завершит работу по подсчету ущерба, расскажет Дина Альбекова. Пострадавшие от наводнения жители дачных обществ ждут помощи от государства. Сообщается, что некоторые пострадавшие дома нуждаются только в косметическом ремонте, а другие вовсе ушли полностью под воду. В плачевном состоянии оказалась дача Надия Кчуриной. Нас затопило 20-го. Где-то после обеда часов 5, наверное, вода неожиданно пришла со стороны Урала. Вот с тех пор мы там обидим обстановку. Но вода еще прибывает. Хотелось бы сейчас поподробнее узнать, какие будут компенсации. Жалуются пострадавшие и на условия в эвакуационных пунктах. Говорят, временные жилища непригодны для проживания с маленькими детьми. Я, конечно, стоя жил, да? Им живо, да. Мой дом на второй даче ушел под воду. Сейчас мой супруг не работает, а у нас двое детей. Приходится жить на одну зарплату. Я прошу местных властей, чтобы нам предоставили квартиру или дом. Озвучили обеспокоенные жители другие проблемы. Как выяснилось, у многих владельцев дачи отсутствуют документы. Сегодня я пришла в Акимат. Мы просим у государства помощи. Нам нужна крыша над головой. В начале апреля нас начало топить. Через неделю вода была по пояс. Сейчас и вовсе весь дом находится под водой. У меня нет документов на дом. Так получилось, что когда мы получили дом председателя, нам дали только ходатайство. Теперь я боюсь и вовсе остаться без крова. Аким Горда тем временем заверила, что работа комиссии по оценке ущерба завершится в течение 15 дней. Наш президент заявил, что никто не останется без внимания. Деньги выделяются за счет средств бизнесменов. Каждому из вас будет предоставлена единовременная помощь в размере 100 МРП. Мы получаем ваши заявления. Их будет рассматривать комиссия. Есть одна проблема. Комиссия пока не может добраться до домов, которые находятся под водой. Потерпите, пожалуйста, жители дачных обществ. Пусть вода немного спадет. При этом, по словам Акима, пострадавшему которых зарегистрирована другая жилая недвижимость, дома выдавать не будут. А все вопросы по обеспечению жителей жильем будут решены до осени.